Дарья Тимофеевна Харландовна И остался только Ванюшка Он, притаившись зачастую на печи, наблюдал за матерью Повязав голову платком, она сидела, притаившись у печи Потом брала большую деревянную лопату и ставила для выпечки хлеб Незатейливые бублики для Ванюшки, чугинки с паренками Доставала вкусную картошку и все приговаривала Кушай, Ванюша, за всех кушай Ребята, может, тоже есть хотят И сплакнет Как же там вы, мои деточки, ненаглядные Ваня тоже всегда плакал, как только увидит слезы мамы Его меньшого так любили братья Леонину было уже восемь, как сейчас Ванечке, когда он появился на свет Как и в других солдатских семьях, дети Харламовых росли не для войны Работящие Они аккуратно обрабатывали свои посевы А была посеяна махорка, конопля, подсолнечник, горох Ухаживали за бахчой и другими овощами Афанасий и Дарья, поженившись, радовались, когда родились такие ладненькие, красивенькие сыночки Такими похожими они были и разными, да и в селе все завидовали По-доброму, конечно, возрослили дети Уроки назрелось шли им в прок Младшие ходили в школу, старшие работали в колхозе Семья дружной, работящей была Одна за другой пришли в дом Дарьи Тимофеевны в 42-м году Похоронки на двух младших сыновей Владимира и Леонида С короткой записью пропал без вести Шли долгие дни, месяцы, годы войны И каждый день Дарья Тимофеевна ждала весточки своих родных деточек Она выходила за околицу, чтобы встретить почтальона И каждый день с тревогой старалась еще издали поймать взгляд И про честь думы этой женщины, на которую война взвалила такую тяжелую ношу Сегодня я хорошо помню подворные обходы, составление анкет на всех ветеранов Великой Отечественной войны И никто не мог вспомнить хотя бы почтальонку в этой вознесенке, как же ее звали И архивы тоже не сохранились Но мне почему-то хочется назвать ее Анисия Уж ей-то поставить бы отдельный памятник И чтобы услышала об этом вся Россия Ушаната, как и ждавшая, запомнила каждый бокерок Каждую ямку Потому что, как бы ненароком споткнувшись Можно было тогда отвести глаза и вручить письмо Если же приходила в дом Харлановых письмо Дарья Тимофеевна по нескольку раз вслух и про себя перечитывала влажданную весточку Парни, не привыкшие и дома жаловаться, ободряли мать Писали, что в победе уверены, что получают письма и рады, что дома все в порядке Нет, не писала Дарья Тимофеевна о тех похоронках, что спрятала даже сама от себя А однажды, вернувшись домой, она заметила свежие следы И еще не успев понять, чьи они Увидела под притолокой письмо Замерзшими руками Дарья старалась быстро открыть конверт Письмо явно было казенное Но она еще надеялась Мысли прыгали Это был прямоугольный бланк Где черным жирным шрифтом посредине значилось извещение Слез, казалось бы, не должно уже хватить Сколько Дарья выплакала за эти годы Она все ждала писем от Евгения и Леонида Без вести все же А как давно она не видела Николая Разве думала она тогда, что провожает своего первенца на войну А похоронка была на него Дарья медленно опускалась Сползая по дверному косяку И крик вырвался из груди Анисия была еще недалеко Она услышала Хотела сразу вернуться Но утешать уже не хватало Ни слов, ни слез Да и какие слова Какие их найти Подобрать к человеческому горю Она все же вернулась И молча опустилась рядом с Дарьей А ведь только несколько дней назад Дарья впервые за эти годы долго Не улыбаясь Засмеялась почему-то Увидев Ванюшку Радуя смотрела на него А тот с выражением читал новогоднее стихотворение Четко выговаривая слова Бьют часы кремленской башни И в третьем извещении Лаконичное Пропал бес Но жить надо было Рядом был Ванюша Дарья поглядывала на спящего его Для Ванечки топила печь И все время подходила к окну Взглянуть на дорогу Которая в Вознесенке И до сих пор ведет на Баган А когда уж было ждать не в Моготу Накидывала на себя одежду И спешила по истоптанной За эти годы тропинки Которые вели почти от каждого дома села В одном направлении И надежда не покидала ее И дождалась Письмо пришло вскоре Она прочитала Ваш сын Харланов Василий Афанасьевич Уроженец села Вознесенке Боец 217-го стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии Погиб 16 января 1944 года Похоронен в Ломоносовском районе Ленинградской области Крепилась мать В скорбном молчании Спотыкаясь на ровной дороге Снова и снова она спешила Навстречу почтальонке Но Анися как-то и на этот раз Обошла ее А вернувшись домой Дарья обнаружила письмо На преугольном конверте Был адрес полевой почты Евгения Долго мать стояла в оцепенении Держа в руках конверт Она даже думала Что не будет распечатывать Сердце и руки Спорили друг с другом Строчки сразу поплыли Дарья слегла Три дня она не могла подняться Ванечка вернул к жизни Который все сидел около нее И молча плакал Слезы текли Из детских глаз И он грязными руками Сам топил печь Потому что Варил картошку Размазывал Их по щекам Дарья протянула руки К своему ненаглянному Дитятке Прижала его голову К своей И в глазах у нее Не было слез Только теперь она Подойдя к столу И поднеся близко Глазам листок Прочла Ваш сын Погиб Смертью храбрых 4 апреля 1944 Года Далее сообщалось Что рота автоматчиков Яростно сражалась За клочок родной земли Но фашисты Обрушили яростный огонь Письма теперь Приходили совсем редко Молилась Дарья За Александра Тот старался писать Потом И от него Письма приходить Перестали Отгоняя тяжкие думы Закусив губами Кончики платка Повязанного по-крестьянски Дарья шла на взгорок Что за селом Густо Разрослась полынья Дорожка По которой Теперь все меньше ходили Стала зарастать С парышом Щебетали птицы Блестели листья берез Колыхало их ветерок Но все как-то было Вроде не здесь И не с ней Перед взором Дарья грохотали танки И строчили пулеметы Падали раненые И в красивом небе Над Вознесенкой Она видела гудящие самолеты Она видела Как в бой идут Уставшие За эти страшные годы Войны ее дети Первая Гвардейская стрелковая дивизия В составе которой Воевал Александр Холланов С тяжелыми боями Но уверенно Продвигалась на запад Роковая пуля Настигла нашего земля Кака 25 июня 1944 года С войны Мать не дождалась Ни одного Из сыновей Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова